Добрый вечер! Пушкинская телевидение приветствует вас в прямом эфире. С 3 декабря, с понедельника, с Международного дня инвалидов, в России началась декада милосердия. Конечно, милосердие не должно измеряться декадами или даже месяцами. Это должно присутствовать в наших мыслях и поступках постоянно. Тем не менее, традиционно в начале декабря мы делаем все, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Чем живет сегодня Пушкинское общество инвалидов? Как и чем можно помочь нашим землякам, оказавшимся в трудножизненной ситуации и по каким-то причинам в одночасье потерявших здоровье? Мои коллеги Анастасия Спирина и Алена Якубовская подготовили по этому поводу сюжет. Давайте посмотрим. Пушкинская организация Всероссийского общества инвалидов существует в районе уже 15 лет. Члены общества в основном инвалиды общих заболеваний и опорно-двигательного аппарата. Основные задачи, цель этой организации – защита прав и интересов инвалидов в Пушкинском районе. Это поддержка друг друга и более слабых инвалидов, которые есть у нас в Пушкинском районе. Всего в Пушкинском районе около 14 тысяч инвалидов, у нас в организации около 400. Но мы не стремимся собрать здесь всех, оно так и не получится. Но интересы всех мы защищаем. Здесь помогают всем без исключения инвалидам нашего района, вне зависимости от членства в обществе. Кроме того, для людей с ограниченными возможностями устраивают регулярные занятия на грибной базе. Летом они отдыхают в Тишково. Стандартные проблемы у нас, как правило, две основные. Это нестабильное финансирование организации и проблема с кадрами. Вот это вот основные две проблемы. Финансирование складывается из трех составляющих. Членские взносы и пожертвования граждан, средства из фонда «Перспектива» и третий источник – пожертвования частных компаний. Регулярно к нам люди обращаются, мы составляем ходатайство, в различные инстанции с просьбой рассмотреть более внимательно те или иные вопросы. То есть это тоже реальная поддержка людям, которые не совсем ориентируются в законодательстве, не совсем умеют, скажем, писать документы, но у нас этот навык есть. Кроме того, здесь инвалиды находят понимание и компанию единомышленников. Каждый четверг они собираются в конференц-зале и устраивают турниры по настольным играм. В преддверии Международного дня инвалидов, который отмечался 3 декабря, вручили продуктовый паек. Подсолнечное масло, консервы, рука – вот этот нехитрый набор продуктов получил каждый член общества инвалидов в преддверии Международного дня инвалида. Этот продуктовый набор удалось приобрести благодаря пожертвованиям предпринимателей Пушкинского района. Собственно, за счет предпринимателей и живет сегодня общество инвалидов Пушкинского района. Бизнесмены помогают решать одну из проблем – финансовую, но остаются и другие. Путь в общество инвалидов непростой. Как видите, даже обычному человеку сложно пройти по этой скользкой дощечке, не говоря уж об инвалидах-опорниках и колясочниках. Но общество инвалидов пообещали, что в ближайшее время эту проблему решат. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Виталий Линд. Пушкинское телевидение. Итак, мы снова в студии, в прямом эфире. И у нас в гостях председатель Пушкинской районной организации Всероссийского общества инвалидов Виктор Павлович Удалов. Добрый вечер. Ну что ж, мы начинаем нашу беседу. Вы можете задавать ваши вопросы. Уважаемый телезритель, напомню, телефон студии 534-3909 или московский номер 993-3909. Виктор Павлович, прозвучали такие цифры. 14 тысяч инвалидов у нас в районе и 400 в обществе. Что мешает людям вступить? Или вот по каким у вас... Как вступить в ваше общество инвалидов? Что мешает иногда людям? По стару. В обществе инвалидов может вступить любой инвалид, проживающий или работающий в Пушкинском районе от 18 лет. Значит, если инвалиду меньше 18, это ребенок инвалид, но вступает в общество родителей или опекун. Может вступить в организацию еще человека здоровый, но работающий по проблемам инвалидов. Такие тоже есть. Но я уже в сюжете об этом говорил, который сейчас показывали, о том, что наша организация – это коллектив единомышленников, которые наиболее активные, мобильные, которые сами себя вытаскивают из своих проблем и помогают другим. Вот это самое главное. А как помогают другим? Есть ли какая-то помощь на дому? То есть вы у себя в обществе, я слышала, проводите игры какие-то, турниры по настольным играм, и выезжаете куда-то отдыхать. А как люди, которые дома и не выездные, как им оказывается помощь? Таким людям обычно имеют они социальных работников. То есть есть специальная служба в районе, социальные работники. Центр социального обслуживания, там целый штат таких людей, которые посещают, помогают нашим людям. В каких-то случаях и мы здесь подключаемся, но мы не можем дублировать. Бывают такие случаи, когда мы посещаем. Просто навестить, понять настроение. Да, да, да. То есть такие случаи тоже бывают. Не часто, но по мере сил, потому что мы все инвалиды, не всегда получается. Понятно. Вот мы видели, что какой опасный вход у вас в общество инвалидов. Как сейчас администрация, я слышала, подключается активно к этому вопросу, чтобы сделать ремонт. Как будет сделано? Уже планируется? Я надеюсь, что обещания будут выполнены. Что планируется сделать? Это ведь полуподвальное помещение? Это цокольный этаж, полуподвальное помещение. Подход там виден был. Мостик такой хлипенький, неважненький. И внутри надо бы пантус, и помещение нужно пол улучшить. Ну, прошло уже почти 7 лет, мы в этом помещении. Ну, конечно, требуется и косметический ремонт. Ну, я надеюсь, слова были сказаны, обещания были сделаны. Но сейчас зима, поэтому вот вход сейчас делать, наверное, не совсем. По весне, да? По весне, я думаю, это все будет сделано. Я надеюсь. Ваше мнение учитывается? Или администрация что-то сама там запланировала? Нет. Ну, мы совместно, мы же там, вот наше Всероссийское общество инвалидов и Всероссийское общество слепых. Мы там две организации. Мы составили, да, мы составили, ну, за двумя подписями служебную записку в администрацию. И там наши предложения изложены. Я думаю, все будет. Я знаю, что Вы хотите организовать вот прямо в помещении общества компьютерные курсы, да, по ликвидации компьютерной неграмотности среди членов общества инвалидов. Уже есть такой опыт? Уже были такие курсы? Да, я занимался этим делом. По прошлой жизни я директор учебно-методического центра, ну, там, в одной страховой компании. Вот. И четыре группы я, ну, год назад выпустил. То есть, эта группа у нас были маленькие, по пять-семь человек, вот человек двадцать сделали. Остались довольны люди, как они продолжают заниматься компьютером, общаться в интернете? Да. Человек, который немножко это дело попробовал, знаете, он сам себя начинает уважать, у него сразу начинаются связи укрепляться с родными, с детьми. Ну, человек совсем по-другому живет. Я сейчас просто иных наших слушателей посещаю, я завидую, у них такая техника. То есть, родные, близкие обеспечили более того, да? Да, 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 конечно, конечно. Что нужно сейчас, чтобы вот эти курсы начали дальше действовать? В чем нуждается сегодня общество инвалидов? В чем, по-моему, сейчас слушают люди, которые готовы помочь, просто не знают чем? Группа должна состоять, ну, пять-шесть человек максимум. Так, нам нужно пять-шесть компьютеров, действующих, с нормальным программным обеспечением и, желательно, с обслуживанием. То есть, должен быть системный администратор где-то со стороны просто подходить и нам помогать. То есть, человек, который оставит свой телефон и в случае необходимости… Да, ну, мало ли, да. И, в принципе, программы у нас все отработаны, методички все есть. Вот мы могли бы это дело сделать. Здесь я хотел бы еще вот уточнить, я перед передачей говорили по поводу того, что у нас гуманитарная академия, она сейчас эти работы тоже выполняет. То есть, приглашает вас на курсы, да? Вот. Ну, посмотрим. Может быть, там лучше получится, может быть, у нас… Почему все-таки комфортнее, вы настаиваете, Иван, наверное, виднее, да, все-таки помещение общества проводить? Почему компьютерные курсы, а не где-то там в центре занятия, в гуманитарной академии? Понимаете, мы же все одинаковые, в принципе, то есть, мы друг друга хорошо понимаем, это раз. Во-вторых, я посмотрел ту программу, которая дается в гуманитарной академии, но она довольно плотная для людей, инвалидов, пенсионеров, у которых ослаблена память, реакция. Сложно будет усваивать ту программу, которую они предлагают. Это три часа, три часа, семь занятий по три часа. Мой опыт говорит, что уже после часа занятий люди просто устают и ничего не воспринимают. Поэтому, ну, есть некоторые такие вещи, которые, ну, может быть, мы что-то согласуем, что-то у нас будет. Понятно. Ну, а в гуманитарной академии там, наверное, люди все-таки уже, ну, в компьютерных курсах более продвинутые, они, естественно, говаривают это очень быстро. Да, безусловно. А поскольку у вас занятия проходят? То есть, вас более медленно, пока все не поймут, да, все вот, кто участвует, как это все происходит? Вы говорите, 30 часа это много, а поскольку у вас проходит время? Вы знаете, я после часа, я уже замечал, да потом просто люди начинают, Виктор Павлович, ну, все, уже не можно, наелись, просто уже не воспринимается ничего. Понимаете, вот поначалу, когда вот только что укладывается все, ну, по часу, не больше, когда уже переходит в интернет, освоение интернета, там уже ничего не держат, уже к компьютеру привык, все. Тогда можно больше увеличивать, там, скажем, два, ну, до трех часов доводить. А поначалу, я думаю, этого достаточно было бы. Виктор Павлович, вот программа «Областная доступная среда». Насколько у нас сейчас среда становится более доступной для людей с ограниченной возможностью здоровья в Пушкинском районе, в городе Пушкино конкретно? Ну, с годами все-таки к нашим требованиям, я имею в виду по безбоверной архитектуре, все больше прислушиваются. Буквально там год назад ко мне обращались из управления торговли и спрашивали, вот покажите, ну, во-первых, правила СНИП существуют по безбоверной архитектуре, и покажите, вот, на практике, ну, может быть, фотографии или просто адреса, вот, чтобы нужно было подкорректировать. Ну, такое мы давали. То есть согласовывает, да? Да. Нет, мы не согласовывали, мы просто советовали, потому что мы никакая, мы же общественная организация, в принципе… И имеют в виду с вами какие-то моменты все-таки согласовывать, да? Да, 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 да. И раньше такое бывало, более того, значит, пару раз выезжал на согласование вот каких-то объектов, строящихся объектов. То есть это было. Ну, сейчас все больше и больше этому начинают уделять внимание, ну, скажем, вот у нас, я об этом говорил, наибольшим качеством, то есть наибольшим требованием отвечает архитектура, скажем, пенсионного фонда. Вот в идеальном, все там сделано вот так, как положено. Ну, здание совсем недавно построено. Да, да, это последний проект, он с учетом всех требований, просто брать пример. А здание администрации городское, оно как бы строилось? Ну, я бы не сказал. Может, туда добраться вообще? Да, дело в том, что там на второй, на третий этаж, ну, как, это старое здание, старая архитектура, ну, там сложно, там сложно. Магазины, я что-то ни одного магазина не могу припомнить, где бы у нас там для колесочников, допустим, пандусы, я не знаю. Минуточку, вот, я тоже, вот один… Магазин Дикси, все-таки Дикси, где у нас на Московском проспекте, напротив Серпа и Молота. Вот там очень хороший пандус, классический сделан пандус. Ну, вы понимаете… В идеале они везде такие должны быть, да? Ну, понимаете, пандус – это же не все. Вообще-то пандус… А что еще нужно, чтобы среда была доступна для… Да, там, ну, если лестничный марш идет, там, значит, двухуровневая поручня с двух сторон, соответственно, ступенечки невысокие, не скользкие и так далее. То есть, вот это вот то, что требования к лестничным маршам. Соответственно, тротуарчики, ну, чтобы пошире и тоже, чтобы не скользко было. Ну, там много всяких таких вот вещей. Есть СНИП, есть соответствующие документы. Они, кстати, не так уж и удорожают строительство. Но это очень… Ну, не очень удобное слово. Хорошо для всех категорий населения. Если инвалиду удобно, всем остальным просто прекрасно. Тем более, что это же не только инвалид. Речь идет о маломобильной группе населения. То есть, куда входят инвалиды-опорники, так? Куда входят мамашки с детьми, скажем, беременные, пожилые люди с сумками и так? То есть, вот такая. А это набирается уж не меньше четверти вообще населения. То есть, это практически касается каждой семьи. Будет удобно ей вот этой категории, значит, будет удобно всем. В принципе, если удобно… Есть ли у нас в администрации программа и касается ли оно общества по протезированию? Да, квоты есть же определенные на протезирование суставов именно опорно-двигательного аппарата за счет бюджетных средств. Как здесь? Есть ли такая программа помощи с проблемой опорно-двигательного аппарата? В администрации такой программы, я думаю, нет. Это не их профиль, не их тема. Что, здравоохранение же у нас в районе? Нет, ну здравоохранение, да. Но, значит, сейчас вопросы протезирования, обеспечения техническими средствами реабилитации перенесены в Управление социальной защиты населения. Раньше они были в фонде социального страхования, а сейчас они перенесены сюда. Вот. Ну, проблема старая, она и раньше была, и сейчас. Финансирование начинается поздно, денег не хватает. Ну, в общем, это все затягивается. Вот. Это стандарт. Да, причем, покупаю за свой счет, значит, нужно оформить программу реабилитации, потом, значит, представить деньги в фонд социальную защиту, о том, сколько и тратил на, скажем, на то или иное изделие, только потом эти деньги вернутся, не всегда получается. Но они вообще возвращаются когда-нибудь? Да. Когда они возвращаются. Да, да, да. Виктор Павлович, ну, а вот по поводу освидетельствования, я знаю, что это достаточно проблематично, и были даже такие моменты, что, допустим, инвалид без руки, без ноги должен ежегодно приходить в АВТЭК и подтверждать свою инвалидность. Вот как сейчас обстоят с этим дела? То есть это еще пережитки, наверное, советской системы? В принципе, сейчас... Ну, вот же нога, там, рука удаленно не вырастет, наверное. Ну, вот раньше такое было, сейчас я уже такого не слышу, потому что есть соответствующее положение, инструкции Минздрава по этому поводу. Вот таким людям уже изначально присваивается инвалидность бессрочная. Ну, понятное дело, что культи не вырастет, понятное дело, безусловно. И все-таки ежегодно подтверждают какие-то группы, да, инвалидности? По закону, первая группа подтверждает раз в два года, вторая группа, ей третья, значит, раз в году. То есть... Насколько чувствуешь, насколько милосерднее сейчас стала эта процедура для людей с ограниченной возможностью здоровья? Вот это освидетельствование. Я понимаю. Значит, насчет милосердия как-то мне сложно говорить, потому что ко мне все больше людей обращаются, жалуются на то, что вот снимают инвалидность. То есть была, скажем, вторая группа, сняли, да, третья, а то и вообще... Через год здоровей стали, да? Да, здоровей. Не инвалид, а те работники. Хотя у меня есть женщина, она была вторая группа, у нее инвалидность, и потом, значит, ей сняли, значит, стала здоровой, а ей, ну, 53 года. А что с ней было? Она уже... Какое заболевание? У нее заболевание крови. То есть ее освидетельствовали, сказали, здоровая, где работа? Да, 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 все, все. Это очень сомнительно вообще, говорю, как это... С годами мы ведь болячки только прибавляем. Как сегодня может инвалид постоять за свои права, вот если действительно такая ситуация? Были такие случаи в суде о спаривании вот таких вот диагнозов и таких... Нет, в суде у нас таких вещей не было. Ну, слава богу, не было. К нам обращаются люди с разными вопросами, значит, мы помогаем составлять какие-то запросы, ходатайствование, ну, органы и власти, и депутатам. Я вплоть до президента писал. То есть были такие случаи. Были такие случаи. Особенно помнится случай, когда вводили 122-й закон о монетизации льгот. Мы тогда, ну, составили письмо, 262 или 3 человека подписали его, успели мы, мы торопились, чтобы, значит, до подписания дома, до рассмотрения дома успеть. Успели. Ну, в общем, там никто не читал это все. Ну, то, что пишите президенту, это вообще имеет какой-то эффект, какую-то отдачу письма президенту? Ну, я не получил ответа. Наверное, имеет, потому что, нет, вы знаете, вот был хороший очень документ летом этого года. На президенту подписан о помощи, материальной финансовой помощи местных властей, вот нашим объединением инвалидов. Это порадовало. Почему? Потому что, ну, у нас денег много не бывает. В принципе, мы все добровольцы, и все ходим и просим, а тут, если такая помощь, это реальная, это что-то реальная помощь, конечно. Кто сегодня больше всего помогает? Как я поняла из сюжета, все-таки предпринимательское сообщество, да, помогает больше всего. Кто сегодня? Может, назвать какие-то организации, которые оказывают вам наиболее часто финансовую помощь? Вы знаете, этих организаций там порядка двух десятков. Ну, все-таки. Я просто не хотел бы, там разные есть причины. Хорошо, не будем. А в чем еще сегодня нуждается общество? Может быть, люди захотят помочь, как поступить? Дело в том, что вот в сюжете там прозвучало наши источники финансирования, да. Вот я просто хотел поблагодарить, здесь раз уж пользуюсь случаем, фонд «Перспектива», потому что... Помогаем, да? Да, реальная помощь в проведении финансирования нами культурно-массовых мероприятий. Это реально, потому что если их не было бы, ну, нам было бы совсем тяжело. А это нужно, да? То есть они понимают дух? Конечно, конечно, конечно. Мы же проводим регулярно вот такие мероприятия, скажем, у нас в году. Ну, мы дурачимся, у нас на 1 апреля, значит, чемпионат подкидного дурака. Там буремы мы всякие шуточные конкурсы делаем. Это вот в помещении общества, да? Да. Нет, буремы-то мы объявляем в районе. Нам присылают из района. А где проводится? Так, господи, где? Это как по интернету. Нет, присылают буремы. Мы отдаем эти, значит, варианты, ну, куда-то или в какие-то редакции газет. Раньше наше поэтическое общество отдавали. Они там подводят итоги, говорят, куда-то лучше, ну, и так далее. Ну, расплачиваемся призы, шоколадки там, еще не сладкое. Вот, фотоконкурсы. У нас сейчас регулярно наметилось проведение туристских слетов. Вот, последние проводили в Тишково. Вот, 50 человек почти было. Причем приглашали с разных районов. В том числе, это наш район. Потом из Королева были, из Сергиева Посада, из Ивантеевки, из Красноармейска. Вы там не скучаете, я смотрю, да, в горной жизни? Нельзя скучать, нельзя скучать, потому что, понимаете, если начнешь себя жалеть, вот, ну, все, это погибнешь, просто погибнешь. Но где-то я слышала такую фразу, что нужна не жалость, а равные возможности со всеми, то есть со здоровьем. Конечно, конечно. Это будет главная, наверное, да, помощь? Видите, оно вроде и тяжелое, и вроде тянет, а на самом деле оно просто поддерживает. Я вот здесь вот очень хотел бы упомянуть Ольгу Николаевну Буличу. Вот недавно у нее было 98 лет, ну, наверняка знаете я. Да, художница, да. Да, 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 да. У нас был сюжет по этому поводу. Ну, наверняка. Ну, понимаете, вот человеку 98 лет, но она, вот, в моем представлении, ну, гимназистка. Молода душой, видит такой прекрасный, прекрасная память, хорошее чувство юмора. Каждому в такие годы. Да, 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 вы знаете, это редко. Это редкость, это просто, ну, человеку есть зачем жить, понимаете? Она все время в поиске, она у нее планов там полно, она там мучает, она там, ну, что вы, это, ну, просто заглядение. Я не знаю, мне просто очень нравится. Вот, ну, это пример. Вот надо так. Дмитрий Павлович, у нас есть звонок в эфире, давайте послушаем. Да. Добрый вечер, мы вас слушаем. Это вы мне говорите? Да, слушаем ваш вопрос. Добрый вечер, вот у меня вопрос такой, я являюсь в секунду на инвалиде первой группы, какие имеют права на работе? И имеют право, я, правда, сама уже пенсионерка, имеют ли право меня уволить с работы? То есть у вас уже пенсионный возраст, да? У меня уже пенсионный возраст, да. А вы получили первую группу, вот, уже работая непосредственно? Нет, нет, она инвалид с детства, у меня сестра, я являюсь, и я текуном. Она живет со мной, вот уже 16 лет, она живет со мной, я являюсь в секунду, признана, она судом инвалидов первой группы, я признана судом в Пушкинске. Я текуном инвалидов первой группы. То есть вопрос, могут ли ее уволить с работы? Да, но какие у меня права есть? Имеют право, допустим, могут или просто чисто по-человечески они меня не могут уволить? А, вас как опекуна имеется в виду, да? Как опекуна, да. А, понятно, спасибо большое за вопрос. Мстер Павлович, можем ли мы помочь, вот, советом каким-то, то есть, женщина является опекуном своей сестры? Я понял, я понял. То есть, имеет ли право ее уволить с работы, это как дополнительный заработок? Ну, таких прав по Трудовому кодексу нет, конечно, конечно, нет. Поэтому, ну, здесь нужно смотреть просто каждый раз индивидуально. То есть, каким образом можно помочь? Ну, если, вот я просто, если какие-то, вот сейчас звонок, следующий звонок, если что-то индивидуальное, мой телефон, пожалуйста. Давайте назовем его в эфире. Да, 539-2009, пожалуйста. Если что-то, звоните, в крайнем случае мы встретимся, ну, обговорим ситуацию со всех сторон, потому что, ну, сейчас время не позволяет. 539-2009, звоните Виктору Павловичу Долову, обязательно вам поможет. Виктор Павлович, а были такие вот случаи, что вы помогли, да, своим авторитетом, каким-то, как председателем общества? Да, да, да. Ну, вот у меня был инвалид, он обратился ко мне, у него инвалидность второй группы, вот каждый год проходил. А, в принципе, по показаниям, ну, давно уже надо было присвоить бессрочно. Два года мы бились. И все-таки через Саблина, обратились мы к Саблину с этим, с письмом, с ходатайством, он через областной ФТЭК все это дело вернул, и ему заочно присвоили эту самую бессрочную группу. Хотя я перед этим тоже обращался туда, в областной ФТЭК. Ну, веса не хватило, значит, нет. Ладно, Саблина, пригодился. Давайте послушаем следующий звонок. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Павлович, у меня к вам вопрос. Это с вами говорит Кончарук Раиса Алексеевна, я член общества. Здравствуйте, Раиса Алексеевна, знаю. Виктор Павлович, вот у меня такой вопрос. Я инвалид третьей группы. Значит, я в свое время ходила на плавание в муниципальные учреждения ФОКИ Стартус. Потом мне Зоя Константиновна сказала, что, значит, я не имею права ходить, потому что я инвалид третьей группы. Значит, льготы имеют только инвалиды второй и третьей группы. Вот я не понимаю, кто это, кто это решил, что, значит, инвалиды первой и второй группы имеют льготы. Даже вот в газете на подписку газеты МАЯК имеют льготы инвалиды второй и третьей группы. А третьей группы не имеют никаких льгот. Значит, мне тогда, кстати, объяснила, вот, видимо, вот эта руководитель ФОКИ Стартус, что это решение депутатов, Совета депутатов. Местное? Пушкинского? Пушкинского района. И я не права, как инвалид третьей группы ходить на плавание, ну, раз в неделю бесплатно. Спасибо, мы поняли ваш вопрос. Миктор Павлович, ну, что... Да, я понимаю, раз в неделю. Это, наверное, первая и вторая группы, наверное, дают, а третья, да? Дело в том, что это положение клуба, устав клуба записано, наверное, как я понимаю, потому что у нас Зоя Константиновна по этому поводу говорит. Вот, если там так записано, ну, я тут вряд ли чем могу помочь. Давайте будем разбираться с Зоей Константиновной, ну, в том смысле, что на основании чего? Потому что со слухов кто-то там чего-то сказал, ну, это не очень серьезно так вот вообще обсуждать. Давайте посмотрим. Я свяжусь с Зоей Константиновной, мы узнаем, в чем там дело. Дело в том, что все инвалиды третьей группы мне уже неоднократно обращались. Именно такая ситуация. Ну, наверное, я так понимаю, наверное... Нет, я не знаю, были они раньше. Дело в том, что народ прибывает, и бассейн, наверное, не обслуживает всех, не успевает. Значит, он самых тяжелых, да, а остальных там или за полцены, или за полную стоимость. Ну, надо уточнять. Так, у нас следующий звонок, давайте послушаем следующего телезрителя. Виктор Павлович, извините, пожалуйста, это еще раз Раиса Алексеевна. Спасибо вам за разъяснение. Правильно вы сказали, что вам надо поговорить с Зоей Константиновной, потому что я считаю, что это несправедливо, потому что инвалиды третьей группы даже иногда хуже себя чувствуют, чем инвалид второй или первой группы. Поэтому третьи группы, это просто так не даются. Понятно. Справедливое замечание. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Виктор Павлович, ну что, у нас еще осталось совсем немного времени до окончания эфира, надо еще успеть показать зрителям наши новости. Чем еще сегодня могут помочь? Я слышала, бытовая техника нужна, да? То есть какая новая, какая нужна бытовая техника общества инвалидов? Собственно, не обществу инвалидов нужна техника, а, скажем, нашим подопечным. Ну, люди просто приходят, обращаются к нам. Ну, люди же малообеспеченные зачастую. Там основной бюджет семьи, скажем, этого инвалиду ходят на лечение, на лекарства, на профилактику. Конечно, не хватает бытовой техники. Ну, элементарно, там, скажем, тоже сами микроволновки, там, утюга, чайника, я не знаю. Ну, вот такие вот вещи. Виктор Павлович, у нас еще есть звонок, просто вот люди проснулись, что называется. Давайте послушаем. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно Виктору Павловичу задать вопрос? Конечно, мы вас слушаем. Ага. Виктор Павлович? Да, да. Здравствуйте, добрый вечер. Да, Александр Павлович, здравствуйте. Да, Евчук Александр Павлович, я хочу вам вопрос задать. Да. Помощь ваша нужна. Да. Потому что безобразие, которое творится в нашем районе, это уже больше трех лет продолжается. Так, в чем дело? Ну, транспорт между Братовщиной и Правдой, у нас городское поселение Правдинский, наш, глава городского поселения, Андрей Иванович. Так. Да. Ну, мы в курсе, что нет ни одного социального маршрута, да? Ни одного, да, вы в курсе, да? Там мы в курсе. И сколько это будет издевательство продолжаться? Так, мы взяли уже на разработку. Это уже не закона нашего Московской области. Хорошо. Мы взяли на разработку этот материал, просто я знаю уже об этой проблеме. У нас работает над этим корреспондент Алена Якубовская. Она обязательно возьмет комментарий у администрации, что нужно сделать, чтобы такой маршрут из Правдинского в район, вернее, в город Пушкино появился. Пока только один частный маршрут, это у нас шестой, да? Да, там шестерка ходит, да. Ну, что ж, призывая всех вас, уважаемые телезрители, помочь обществу инвалидов, конечно, мы должны были показать прежде всего сами пример. Поэтому сегодня мы, компания Пушкино-Информ и Пушкинское телевидение дарят обществу инвалидов, сейчас наш оператор вынесет, микроволновую печь. Спасибо. Кому вы ее распределите, это уже вы сами решите. Мы призываем всех вас последовать нашему примеру, ну, по возможности помочь. Нужна и финансовая помощь, да, я думаю, частных лиц, если какие-то пожертвования. Будем благодарны за любую помощь. Еще раз напомню, телефон общества инвалидов 539-2009, правильно я назвала, Виктор Павлович? Да. Всего вам доброго, спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!